Прежде чем я окунусь в теорию, в разбор теории, я хотела бы рассказать вам очень коротко две наши личные истории. Сейчас поймёте, почему я хочу это сделать. Наши, я имею в виду, мою и мужа. Когда мы с ним познакомились, это был 2012 год, мы уже были взрослыми людьми. Мы не были молодыми, мне было около 50, у мужа было уже за 50. И мы уже к тому возрасту себе нажили некоторые болячки. В частности, у мужа были большие проблемы с таком двигательным аппаратом, связанные с травмами. Во-первых, это была травма позвоночника, и эти травмы привели к хроническим болям. То есть он всё время испытывал боли в поясничном отделе позвоночника. Во-вторых, это был перелом ноги в своё время. Нога была почти оторвана, её плохо пришили. Ставили штифт, нога стала короче. Из-за этого тело всё время перекашивалось. Из-за этого перекоса поехали и другие мышцы, и начались боли буквально во всех суставах. И в коленных, и в пальцах. Ну и, в общем-то, наверное, не было ни одного суставчика у моего мужа, который бы не болел. Все суставы болели. Это был 2012 год. У меня лично мои проблемы со суставами начались попозже, ближе к 2016 году, когда я начала набирать лишний вес. Вот где-то с 2012 по 2016 у меня набралось порядка 26 килограмм лишнего веса. И у меня тоже начались проблемы с суставами. Хотя до этого я никогда вообще в жизни не испытывала никаких болей. Я даже занималась спортом. И мне это вообще было не свойственно. А тут вдруг как раз с приходом климакса, с нарастанием лишнего веса обострились все суставы. То есть это были тоже коленные и фаланги пальцев. И было очень тяжело подниматься в горку. На второй, на третий этаж я тоже поднималась с большим трудом. Очень всё болело. И плюс самая главная проблема была в том, что начал сильно болеть левый плечевой сустав. Это развивалось постепенно. Сначала началось анемение в пальцах левой руки. Потом постепенно это анемение и неприятное такое состояние перешло на предплечье, на плечо, выше, выше. И в конце концов у меня практически было обездвижено левое плечо. И были очень сильные боли. То есть невозможно руку отвести назад, невозможно поднять вверх. Трудности вообще в бытовом плане и так далее. И вот с такими неприятными, мягко сказано, болезненными симптомами мы подошли к своему взрослому возрасту, 50 за 50. Но в 2016 году мы начали практиковать натуропатические методы оздоровления. И на сегодняшний день я могу похвастаться, что от тех симптомов не осталось и следа. То есть мы можем сейчас с гордостью и радостью сказать, что мы лишили свои проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Я по-прежнему занимаюсь спортом, ну таким любительским, да, просто для себя. Физкультурой, можно так сказать. Не испытываю никаких затруднений с передвижениями, с поднятием. Могу подняться даже на 20 этаж, у меня ничего не болит, всё хорошо. И я эти две наши истории вам рассказала только для того, чтобы вы понимали, что наш сегодняшний разговор – это не голая теория. Понимаете, это было легко взять какие-то научные данные, какую-то теорию, показать что-то, да, рассказать, преподнести красиво и сказать, что вот таким образом вы можете решить свои проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но в нашем случае, в моём конкретно, да, всё обстоит немного по-другому. А именно то, что я пронесла эту теорию через свой личный опыт и через опыт своего супруга. И на сегодняшний день это стройная теория, которая подтверждена практикой. И если среди вас есть те, кто следят за моим блогом, ну, либо в Телеграме или в других социальных сетях, на Ютубе, вы наверняка видите, что я очень активно, я активно передвигаюсь. То есть мне как бы нет смысла вас обманывать, да. То есть я не хожу с палками, не хожу на костылях. То же самое, по-моему, мы очень живём, путешествуем, строим дом, занимаемся огородными работами, вот разводим пчёл. Ну, в общем, такие активные люди. И всё это произошло благодаря тому, что мы стали использовать атеропатические методы, о которых я сегодня и хочу вам рассказать. То есть чтобы у вас был действительно очень понятный ответ на вопрос, как помочь себе при ордрите. Причём я хочу сразу сказать, что хоть я и назвала свою беседу, упомянула слово артрит, но на самом деле вот здесь, в эту тему, можно заложить много разных похожих диагнозов. Артрит, артроз, коксартроз, остеохондроз, переартрит. Ну, в общем, всё в таком духе. То есть всё, что связано с болями в опорно-двигательном аппарате. Будь то суставы, будь то мышцы, какие-то связки. Вот это всё, в принципе, мы сегодня рассматриваем. Потому что эти боли, они, в принципе, имеют примерно одинаковое происхождение. Итак, давайте начнём с того, что как это всё начинается. Вот, ну, допустим, артрит, да, самая распространённая проблема, с которой ко мне обращаются люди. Как это всё начинается? Бытует мнение, что такие заболевания с опорно-двигательным аппаратом, ну, такие как артрит, например, развиваются с возрастом. И очень часто этому заболеванию так и приписывают второе название – возрастное заболевание или хроническое заболевание. Ну, то есть то, которое у человека произошло или там случилось с ним только потому, что он вступил в какую-то приёмную возрастную фазу. Но на самом деле это не так. И доказательством тому истории людей, которые имеют солидный возраст и даже солиднее, скажем, моего возраста, да, но которые не страдают проблемами на опорно-двигательном аппарате. И это как раз и доказывает то, что совершенно необязательно быть в возрасте и при этом хромать или иметь болезненные боли в суставах, мышцах. То есть здесь явно другие причины. Когда мы обращаемся к причинам вот таких заболеваний, мы находим их в довольно большом списке, в довольно большом перечне. Я не буду подробно разбирать все пункты этого списка. Я назову лишь несколько, а разберём мы с вами два наиболее часто встречающихся в моей практике, будем так говорить. Итак, среди причин, ну, те, которые я не буду разбирать, это травмы, это вот то, что было у моего мужа, это чрезмерные физические нагрузки, ну, может быть, спорт профессиональный, да, и это какие-то инфекции, инфекционные заболевания, из которых как последствия начались воспалительные процессы в опорно-двигательном аппарате. Вот, мы не будем это рассматривать, но меня как доктора натуропатии интересуют больше две другие причины. Вот одна из них – это нарушение обмена веществ и как следствие лишний вес. И здесь нужно представить себе тело человека, который имеет лишний вес и его кровеносную и лимфатическую систему. Я не буду ничего пока рисовать, тут доска у меня для других немножко целей, это чуть позже. Но вообще каждый из вас, я думаю, понимает, представляет хорошо, что всё тело человека очень густо снабжено кровеносной системой. Да, когда вы открываете какие-то картинки с кровеносной системой человека, то это буквально, ну, просто вот сеть густая, сеть сосудов мелких, крупных, капилляров мелких, очень мелких. Это буквально всё-всё тело просто густо усеяно кровеносными сосудами. Это не потому, что кровеносная система – это и есть питание организма. То есть наши ткани, то, из чего мы состоим, наши клетки, база, да, из чего мы состоим, они питаются с помощью кровоснабжения. То есть кровь разносит питательные вещества по всем тканям, клеткам, именно с помощью вот этой вот системы, кровеносной системы. Питание – это необходимая вещь для нормального функционирования и жизнедеятельности любого организма. То есть без питания мы никто, согласитесь, да? Именно поэтому мы так много внимания уделяем нашему питанию и стараемся питаться качественно, да, как мы хотим, чтобы было там полноценное питание, такое разнообразное, чтобы хватало всех витаминов, микро-макроэлементов, белков, жиров и углеводов. Почему мы так об этом заботимся? Да потому что мы хотим, чтобы наш организм функционировал нормально. Вот. И это происходит именно благодаря проникновению питательных веществ из тонкого кишечника в кровь, в кровеносное русло. И кровь таким образом наполняет питанием наши клетки. Так вот, смотрите, что происходит, когда кровеносные сосуды пережимаются. Здесь все просто. Пережимаются кровеносные сосуды либо от спазмов, потому что кровеносные сосуды лежат в мышцах, да, это понятно. Если мышцы спазмированы, соответственно, сосуды пережимаются. Либо они пережимаются от лишнего веса. Потому что, когда у человека лишний вес зашкаливает, это совершенно ненужные жировые отложения, которые давят на кровеносные сосуды и пережимают их просто своей тяжестью. Кроме того, что пережимаются кровеносные сосуды, я не говорю, что они все пережимаются, но какая-то часть пережимается именно спазмами и жировыми отложениями. Еще пережимаются лимфатические сосуды. Если кровь и кровеносная система это питание организма, то лимфатические сосуды и лимфатическая система это выводящая система организма. То есть та система, которая выводит отходы, выводит ненужное из организма и удаляет это с помощью специальных приспособлений, хочется сказать, хотя, наверное, это не очень подходит к человеческому организму. Ну, то есть лимфатическая система имеет свои каналы, свои узлы, которые собирают все ненужное, выводят их в толстый кишечник через специальные сосочки, а из толстого кишечника эти отходы естественным путем вместе с каловыми массами выводятся наружу. Вот так все очень умно и мудро устроено. И, конечно, для вас это никакое не открытие. Вы все это прекрасно понимаете. Но когда вот это начинаешь все увязывать с проблемой, у людей очень часто, несмотря на то, что они как бы все знают, как будто бы по-новому открываются глаза на свои проблемы. Они начинают их лучше понимать. Так вот, когда пережатые кровеносные сосуды спазмами или жиром нарушается питание тканей, нарушается питание клеток. С жиром понятно, да, это нарушение обмена веществ, это неправильное питание, скорее всего, ну, плюс там какие-то еще сопутствующие факторы. А вот со спазмами вы спросите, да, откуда спазмы берутся? Спазмы сопровождают нас в течение всей жизни, начиная с самого, прямо вот с детства. Только мы об этом, как правило, не подозреваем. Потому что эти спазмы, они могут находиться глубоко в теле, в мышцах, и они могут быть микроскопическими. То есть это не то, что там вас что-то заспазмировало и перекосило так, что вы не можете руку поднять. Хотя такое тоже бывает. Сейчас вот прям расскажу один случай, да, он со мной тоже такое происходило. Но спазмы бывают микроскопическими, маленькими. Но даже при том, что это маленький спазм, этот маленький, небольшой участок спазмированной мышцы, какой-нибудь там совершенно крошечный, он тоже может пережимать капилляры. спазмы могут случаться по самым разным причинам. Но поскольку мы с вами живем в такой, в каком-то постоянном, мы не живем в спокойствии, мы живем почти все время в каком-то стрессе. Какие-то переживания, какие-то несчастья, обиды, конфликты, ругань, плохие отношения, волнения, устройство на работу, рабочие отношения, увольнение с работы, болезни, детские проблемы, проблемы с родителями, проблемы с болезнями, неудобные положения, я имею в виду неудобные позы, вот это вот стояние где-нибудь в транспорте, в неудобной позе, долгое сидение на одном месте и так далее. То есть мы с вами, в принципе, с точки зрения физического тела, мы живем очень нездоровой жизнью. Редко, когда люди живут очень гармонично, то есть у них там вовремя зарядка, вовремя растяжечка, но, как правило, мы с вами живем в каком-то бешеном ритме совершенно, мы работаем, мы зарабатываем, мы куда-то бегаем, мы за рулем, у нас дети, внуки, мы куда-то всех пристраиваем, мы все время в напряжении. И мы не замечаем, что вот на этом вот постоянном бешеном ритме у нас внутри формируются спазмы, то там, то там, то в одной части тела, то в другой, но мы этого не видим. То есть если это мелкие спазмы, мы их не видим, не ощущаем. Но если это крупные спазмы, вот как у меня однажды было, это было еще в далекой-далекой молодости, я как раз поступала в институт и сдала первый экзамен, я его хорошо сдала и пошла на почту звонить маме, что я его хорошо сдала. Вот, я была такая девочка, ну, практически деревенская, приехала в большой город, мне все незнакомо, я впервые пришла на почту, где эти телефонные автоматы, где нужно было зайти в кабинку, взять в руки, значит, эту телефонную трубку, да, и разговаривать. Для меня это было впервые. Вот будете смеяться, но там в 18, да, или сколько мне было лет, для меня это было впервые где-то там в какой-то кабинке говорить по какой-то там телефонной трубке. Ну, я жила там, где не было телефонных трубок. И я заболновалась, меня это так заболновало, потому что это было незнакомое действие, я боялась, что сделаю что-нибудь не так, но я зашла в кабинку, я взяла трубку, я поговорила с мамой, я закончила разговор, и я хотела повесить трубку вот на обратно, и я не смогла этого сделать. У меня произошел сильный спазм, вот на этом волнении произошел сильный спазм всей руки, я другой рукой трубку эту вырвинула, повесила и вышла из почты вот с такой рукой. Я пошла, я не знала, как я ее вообще разогнула. Настолько сильнейшим был спазм. Представляете, вот до чего мы можем себя довести вот этим эмоциональным состоянием. Представляете, как эмоции влияют на физическое тело. И вот теперь возьмите вашу жизнь, вашу жизнь, вот прям всю, какая она у вас есть, и вспомните, а сколько у вас было таких ситуаций, когда вы волновались, переживали, дергались, плохо стояли, плохо сидели, и так далее. Да всю жизнь мы находимся вот в таких состояниях. А снимать вот такие состояния из нашего тела нас никто не учит. Даже если вы когда-то в свое время занимались спортом или физкультурой, вот как я помню, я занималась спортом, я вот совершенно не помню, чтобы нас учили расслаблять мышцы и растягивать мышцы. Вот не помню я такого. Я помню, что мы разминались, тренировались, нагружались, участвовали в соревнованиях, напрягались, мы тренировали свои мышцы, мы уставали. Вот это я все помню. Но чтобы нас после тренировки учили расслаблять мышцы, вот не помню. И это вот и является гвоздем проблемы, что человек напрягается, но расслаблять мышцы мы не умеем. А для этого на самом деле есть целая практика самостоятельная. И она очень простая. И она называется растяжки. И это не то, чтобы какое-то специфическое занятие, которому нужно прямо где-то учиться, какого-то брать тренера. Вовсе нет. Сейчас все дружат с интернетом, и у всех есть доступ на YouTube или куда-то еще. И стоит только набрать слово растяжки, как можно увидеть целый комплекс упражнений. И просто на полу, на коврике, и в вертикальном положении, и висы, полувисы на перекладине. В общем, много всего, вплоть до каких-то массажных таких техник, свой самомассаж себе делать, для того, чтобы снимать спазмы. Конечно, если эти спазмы глубокие, то это требуется большая работа, глубокая работа, и она, бывает, что связана не только с физической практикой, но еще нужно идти гораздо глубже. Но это, невозможно об этом рассказать в рамках одного вина. Так вот, теперь вывод какой, что вот эти спазмы, и в том числе, и лишний вес жира, а чаще всего и спазмы, и лишний вес, очень сильно и в большом количестве пережимают кровеносные сосуды, которые снабжают питанием все части тела. Так вот, когда кровоснабжение нарушается, предположим, где-то в зоне суставов, то тело начинает об этом сигнализировать болью. боль это просто сигнал. Это ничто другое. Боль это сигнал о неблагополучии. Как правило, первая боль, которая только впервые у вас начинается, то есть она не связана с травмой, не связана с каким-то длительным воспалительным процессом, или еще с каким-то внедрением чьего-то народного. А вот самая первая боль, которая вдруг возникает однажды, и она, как правило, бывает не очень сильная. И это как раз и есть сигнал тела о том, что клетки перестали получать питание в достаточном количестве. это сигнал о том, что клетки недоедают, что есть клеточный голод в некотором роде, что нужно обратить на это внимание. То есть у вашего тела других возможностей нет сообщить вам, что где-то происходит неблагополучие. И только единственным способом ваше тело может вам об этом сказать с помощью боли. И это всегда тело с помощью боли на что-то указывает. Так вот если у вас впервые начинается боль сначала небольшая где-то в колене, где-то в фалангах, не знаю там в шейном, в поясничном, вы это поначалу терпите. Ну согласитесь же и я терпела, потому что я не знала причин. Я думала, что так надо. Я думала, что болезнь это то, что приходит без моего ведома, без моей вины, без моего участия, что это что-то такое вот как бы так положено, это кармически или это с возрастом, так у всех, поэтому и у меня так. Я думала так раньше. и когда мы не знаем причины, мы терпим. То есть у нас два варианта. Либо мы терпим, либо мы пьем лекарства. Если мы терпим, что происходит? Тело кричит, ну пока сначала не кричит, а просто подпискивает, да, подпискивает. Но мы терпим. То есть мы делаем вид, что мы не слышим свое тело. оно продолжает попискивать, потом покрикивать, потом кричать. Но мы терпим ровно столько, сколько можем вытерпеть. То есть все это время тело нам говорит, что я голодаю, мои клетки голодают, пожалуйста, сделай что-нибудь. Но мы терпим, потому что мы не понимаем, что это за боль и что это за причина. И когда становится терпеть уже больше невозможным, а да, еще когда мы терпим, мы себя гладим по головке и говорим, ой, я такая выносливая, я такая терпеливая, ой, да ладно, пройдет, у всех болит, я что, лучше всех что ли, у мамы болела, у бабушки, ничего, потерплю. И мы терпим, мы строим из себя таких терпеливых героин. Так вот когда терпение уже больше невозможно проявлять этот героизм, и боль становится такой, что она просто невыносима, мы обращаемся к лекарствам, мы идем к врачам, мы начинаем себя исследовать, мы начинаем требовать какие-то диагнозы себе в карточку, хотя можно подумать, что этот диагноз что-нибудь нам даст, что мы получим какое-то облегчение или оздоровление с помощью диагноза, почему-то упорно идут обследоваться и ставить диагноз, хотя на самом деле это никак не меняет ситуацию, все остается ровно на своих местах. И второй момент, мы идем покупаем лекарства, которые нам описывает врач. И эти лекарства как правило направлены на обезболивание, то есть на то, чтобы вы перестали слышать сигнал боли от своего организма, от своего тела. То есть вам перекрывают доступ к этому сигналу боли, вы его не слышите. И создается картинка, что нет боли, нет проблемы. О, какая красота, не болит, отлично, здорово, живем дальше. Но это не может длиться бесконечно, потому что вот это искусственное воздействие лекарства на то, чтобы вы не слышали боль, оно имеет какой-то определенный промежуток, интервал времени. То есть оно действует какой-то интервал времени. Когда это действие закончится, тело снова, вернее, как, тело-то не прекращало кричать о боли, просто вы не слышали эту боль. Когда вы начинаете снова слышать эту боль, вы снова принимаете очередную таблетку обезболивающую, снова делаете вид, что все хорошо. А между тем, внутри продолжает разгораться страшный процесс, который переходит, как правило, когда вот этот хронический процесс недокормленных клеток, недокормленных тканей, постепенно разгорается воспалительный процесс. Но это неудивительно, это совершенно понятно, что там, где нет еды, там начинаются болезни воспаления. И ткани воспаляются просто потому, что ничего другого не остается. И когда они воспаляются, ваше положение еще более усугубляется, боли становятся еще сильнее. вы уже даже можете видеть глазами, что где-то что-то опухает, что-то краснеет, дотронуться невозможно. И тогда вы пьете еще и противовоспалительные лекарства. Ну и плюс к этому врач может знать ряд других лекарств, которые гасят какие-то побочные явления, сопровождающие вот это воспаление, которое у вас развелось в области допустим сустава, какого-то коленного или там бедренного. То есть принимаются все меры для того, чтобы вы перестали ощущать боль, чтобы вы вводили себя в заблуждение по поводу того, что у вас там что-то болит. Но на самом деле все разгорается и вы становитесь заложником, пленником лекарственной терапии, потому что лечение-то оно не дает, причина-то была вне накормленности, а накормить лекарства вас не могут, то есть причины-то остаются все теми же, пережатость сосудов, голодные клетки, вот это вот остается все. И когда вы принимаете лекарства, вы еще на такой, на постоянной основе, вы еще и получаете побочные эффекты, ну конечно негативного плана на печень, на почки, ну кто на что, на разные системы, потому что внедрение чужеродного материала в кровь, в наш организм, коими являются лекарственные препараты, оно конечно исследование не проходит, остаются побочные эффекты, зачем это все закончится, никто не может гарантировать. Это вот один такой, одна из распространенных причин того, как развиваются вот эти артритные проблемы, и как вы видите, они очень банальные, да, все начинается с просто с того, что вы неправильные дети, у вас неправильный обмен веществ, и у вас неправильный образ жизни, вы спазмируетесь. Вот, то есть все очень просто, да, на самом деле, проще не придумаешь, но этого не объясняют. Ну, вот так у нас. И теперь перехожу ко второй причине, это давайте я прям напишу, чтобы у вас так отложилось получше в памяти. Значит, первая причина это лишний вес, и спазмы. Лишний вес и спазмы это первая причина. И теперь переходим ко второй причине. Сразу скажу, что вторая причина это аутоиммунное заболевание. АИЗ, вот так сокращенно это называется, аутоиммунное заболевание или аутоиммунный процесс. Ну, собственно, когда говорят об артрите, да, собственно, так его и называют, да, что это там ревматоидный артрит, это аутоиммунное заболевание, и вы можете сейчас сказать, что я как-то не права, что я говорю, что это причина, но на самом деле это так и есть. То есть причина в аутоиммунном процессе. Сейчас нам нужно разобрать, как этот аутоиммунный процесс в теле зарождается, откуда он берет свое начало. Ну, во-первых, аутоиммунное это значит, что иммунное, понятно, это иммунитет, ауто это сам, да, сам, то есть это когда иммунитет восстает сам против себя, против своего хозяина, против собственно организма человека и начинает убивать свои собственные клетки. Как это происходит? Давайте разбираться. Я начну с кишечника и начну я не с толстого кишечника, а с тонкого, потому что в тонком кишечнике происходят в основном пищеварительные процессы, аутоиммунное заболевание, оно берет свое начало из неправильных пищеварительных процессов. Я вам сейчас нарисую тонкую кишку, но очень маленький ее отрезок, участок, и он будет как бы под микроскопом в таком большом виде, но чтобы вы понимали, на самом деле, конечно, тонкий кишечник, он тонкий, совершенно тонкий, и там все очень маленькое и тоненькое, но чтобы было понятно, нарисую его крупно. Прямо вот так. То есть вот это стеночка одна кишечника, а это вторая стеночка. То есть то, что между ними, это полость тонкой кишки. Дело в том, что кишка тонкая, она не гладкая, она не гладкая, она не как трубка, она представляет из себя ворсинчатую структуру. И я сейчас нарисую, как это выглядит. вот естественно эти ворсинки очень маленькие, очень тоненькие, просто крохотулечки, просто крохотулечки. И эти ворсинки, они как раз и нужны для того, чтобы через них питательные вещества проникали в кровь. У каждой ворсинки есть внутри канал, канал, каналец. Нарисуем вот так его. Этот каналец открывается внутрь порой. Вот так. То есть в кишечнике идет пищеварительный процесс, забираются питательные вещества, которые через пору, через каналец проникают в кровь. Здесь у нас кровеносная система, кровеносные сосуды, проникают питательные вещества в кровь, сюда, и далее разносятся по всему организму. Так вот, вот эти самые ворсинки, так называемые, которыми тонкий кишечник весь покрыт изнутри. В результате неправильного питания людей загрязняются отходами клейкой, слизью, которая обволакивает вот эти борсиночки, просто вот так обволакивает и закупоривает поры. Понимаете, что происходит? То есть вот это загрязнение кишечника оно как раз и тоже вот к той причине, почему клетки не накормлены. Это тоже одна из причин. И я, конечно, не могу вам утверждать, что все поры закупорены. Если бы это было так, то мы бы, наверное, умерли с головы, если бы все поры тонкого, ворсина тонкого кишечника были закупорены. Конечно же, нет. Какая-то часть открыта, какая-то часть закупорена. Поэтому тут нельзя говорить о том, что питание вообще не проходит. Нет, питание, конечно же, проходит, но согласитесь, если оно проходит не на 100%, а на какую-то часть, то это все равно будет неполноценное питание. Вот почему у вас часто бывает такой непомерный аппетит, ем как не в себя, ем жор, жор, там зависимость, пищевая зависимость, там переедаю, зависимость от сладкого, от мучного. Это все вот из этой причины происходит, что кишечник тонкий, грязный и питание осуществляется плохо. Так вот, значит, почему эта клейкая слизь, образуется тонком кишечнике? Потому что по большей части питание людей представляет из себя вареное. Все вареное едят. Супы, каши, картошку, макарошки. Все варится, жарится, парится, запекается. И сырой растительной пищи очень мало. А вот как раз сырая растительная пища, грубо-волокнистая, ну и фрукты, овощи, зелень, вот эта пища как раз хорошо очищает стенки кишечника. Но поскольку люди едят этого очень мало, то по большей части все-таки кишечник загрязняется. Так вот, кушаем-то мы вот таким образом традиционным всю свою сознательную жизнь и всю жизнь вот эти загрязнения вареного грузинок, они накапливаются, 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 накапливаются. Слой этой клейкой слизи становится все толще, толще и толще. И в конце концов развивается патогенная среда в кишечнике, которая тоже приводит к воспалительным процессам. И опять это неудивительно, потому что там, где патогенная среда, там всегда что-то будет воспаляться. То есть воспаление это ответная реакция организма на неблагополучие. Грязный тонкий кишечник это очень большое неблагополучие. Так вот, смотрите, что происходит, когда происходят воспалительные процессы в кишечнике. Опять же, мы не будем утверждать, что эти воспалительные процессы происходят по всему тонкому кишечнику. Нет, они происходят на определенных участках, там, где загрязнение наиболее сильно. Будем говорить так, что это точечное загрязнение. Предположим, где-то вот здесь возникло воспаление, где-то здесь возможно, вот там, где, видимо, поры сильно закупорены, там и возникает воспаление. Вот такие очаги. И здесь может быть, и здесь может быть. Вот такие точки, точки, воспаленные участки маленькие. в результате внимания, да, подхожу к самому важному, к развязке. В результате вот этих точечных воспалений стенка кишечника в этом месте становится очень-очень тонкой. На самом деле стенка кишечника, она и так, она очень тонкая. Она чрезвычайно тонкая. Но если есть воспаление, она становится еще более тонкой, настолько тонкой, что она способна пропускать через вот эти воспаленные стенки в кровь нерасщепленные белки. В кишечнике все время происходит какой-то пищеварительный процесс. И в результате того, что люди едят много белковой пищи. У нас же очень эта теория сейчас популярна. Выбирать норму белка, добирать белок, белка нет в жизни. И вот все едят белок с утра до вечера, и пять раз в день белок. А белок это пища тяжелая, и его на самом деле не нужно. И это, наверное, тема отдельного вебинара, почему не нужно много белка. недавно проводила такой вебинар на канале Телеграм. Так вот, в результате того, что белка люди кушают очень много, да еще и смешивают его с крахмалами, да еще и потому, что стенки кишечника грязные, белок переваривается очень тяжело, очень плохо, очень трудно. Белок сам по себе плохо переваривает, ну тяжело переваривается. А когда среда загрязненная, ему еще труднее переваривается. и в результате этого, во-первых, он медленно движется по кишечнику, во-вторых, остаются недорасщепленные молекулы белка, которые могут проникнуть в кровь через воспаленные участки тонкого кишечника. Когда в кровь проникает посторонний белок, молекулы белка, ну то есть представьте, вы ели свинину и нерасщепленный белок свиньи попал к вам в кровь. То есть по сути вы подверглись атаке. Атаке. Вы человек и у вас должны быть только человеческие белки, человеческие клетки, у вас не должно быть ничего. Все, что находится внутри кишечника, должно вывестись естественным образом в толстый кишечник и наружу. Оно никак не должно пройти в кровь, должно пройти только в расщепленном виде питательные вещества. Но по факту этого не происходит. По факту происходит обратный процесс, что нерасщепленная пища в виде молекулы чужеродной попадает в кровь. Что делает организм? Он включает защиту аутоиммунных процессов. То есть он включает защитные силы иммунитета и начинает вырабатывать антитела, которые должны убить этот чужой белок. То есть идет выработка антитела, которая направлена на убийство этого чужака. и все бы хорошо, да, раз у организма есть такая способность вырабатывать антитела и уничтожать врага, это было бы отлично, это было бы здорово. Но тут возникает парадокс. И парадокс заключается в том, что молекула чужого белка имеет строение схожее с человеческой клеткой, с человеческим белком похожее. И организм ошибается. И эту ошибку можно очень легко объяснить, потому что вот этого процесса природой не было предусмотрено. Вот этого не должно было быть. То есть природа все упаковала вот сюда, внутрь кишки. Это мы допустили своими неправильными действиями, допустили вот эту ситуацию, поэтому организм ошибается. И он имеет на это право, потому что его не учили, что делать вот с этим. И он делает то, что он может. Он ошибается, и он начинает убивать свои собственные клетки. Сам себя разрушать начинает иммунитет. Вот почему это называется аутоиммунное заболевание. Когда иммунитет человека работает против него самого, не потому, что он так захотел, а потому, что он ошибся, и он не может ничего сделать. Это вот такая роковая ошибка, которая у нас сейчас сплошь и рядом мы имеем место с этим, потому что люди, потому что цивилизация довела себя вот до такого безобразного состояния кишечника. Так вот, когда включается аутоиммунный процесс, разрушаться могут любые ткани. Но мы сейчас говорим про разрушение мягких и твердых тканей, что касается опорно-виктильного аппарата. Мягкие ткани, они и так уже воспалены, уже происходит их деструкция в результате вот этого воспалительного процесса, но еще и попадают под раздачу твердые ткани, начинает разрушаться сам сустав. И постепенно из артрита, которая означает воспалительный процесс, переходит все в артроз, который означает уже разрушительный процесс. То есть если на стадии артрита еще можно было что-то сделать, можно было повернуть процесс вспять, то вот на стадии артроза и коксартроза но вернуть вспять уже очень трудно, потому что разрушается костная ткань. То есть дело дошло уже до очень глубокого и серьезного состояния. Вот я разобрала вам две причины возникновения боли в опорно-двигательном аппарате и теперь возникает вопрос что с этим делать. Сейчас будем разбирать что делать. конечно когда речь идет о разрушительных процессах мы понимаем что теперь уже понимаем что они начались не вдруг не не одномоментно вдруг раз наступил какой-то день и бац все разрушилось и все начало рушиться и все разрушается нет теперь теперь вы понимаете что этот процесс идет из очень большого далека он идет годы и десятилетия но вы об этом не догадываетесь и не замечаете до поры до времени этих процессов а замечаете только тогда когда уже яркие сигналы идут поэтому надо признаться себе честно снять розовые очки и сказать да честно что если это заболевание развивалось годами и десятилетиями то совершенно невозможно остановить все это и повернуть вспять за один день за одну неделю за один месяц а здесь счет пойдет на месяцы и на годы то есть восстановление себя приведение себя в более-менее здоровую форму хотя бы чтобы больше не мучиться от болей это занимает ну как минимум месяцы полгода и более и как максимум несколько лет вот это самое главное что нужно понимать каким образом мы на это будем воздействовать ну во-первых во-первых нужно восстанавливать стенки кишечника как вы теперь понимаете что раз проблема пошла оттуда нужно их восстанавливать каким образом ну первое это перестать его загрязнять да то есть это коррекция питания второе это навести там порядок то есть начать его очищать ну и третье начать пользоваться природными то есть не медикаментозными средствами а природными для того чтобы снимать воспаление да улучшать функцию перестать испытывать боль для этого есть средства и сейчас мы будем об этом говорить об этих средствах что еще нужно делать нужно восстанавливать нарушенное кровообращение кровоснабжение вот как оно нарушалось в обратном порядке оно будет восстанавливаться то есть снимаем спазмы да учимся растяжкам учимся правильному самомассажу снижаем вес то есть убираем вот эту жировую массу которая передавливает сосуды то есть восстанавливаем кровоток восстанавливаем лимфоотток чтобы не только питание поступало но еще и отходы хорошо выводились своевременно и таким образом вот мы приводим себя в нормальную человеческую форму которая должна была быть по определению изначально но мы себя испортим просто так и вот теперь значит что касается питание и очищение организма я надеюсь вы понимаете что в рамках одного вебинара рассказать об этом невозможно у меня об этом целый курс который люди изучают месяцами и годами и в котором очень много уроков и там очень много нюансов и это то есть это очень большая тема как питать себя правильно чтобы не загрязняться и как очищать себя это очень большая тема но вот инструментов природного происхождения которые помогают нам вот на этом этапе убирать боль и снимать воспаление я должна вам рассказать и это эфирные масла но я не буду вам рассказывать обо всех эфирных маслах я расскажу сегодня об одном в одном виде эфирных масел это линейка ДИБУ я напишу название чтобы вы его запомнили я говорю об эфирных маслах ДОТЕРА это чистые масла это натуральные 100% натуральные масла и это масла терапевтического класса которые имеют все соответствующие документы что они терапевтического что они имеют наружное внутреннее и инвалидное применение на совершенно полных законных основаниях то есть имеется вся подтвержденная документация лабораторные исследования и это все в открытом доступе если будет интересно запросите у ваших кто вас пригласил на этот вебинар запросите у них эти материалы это видео где показано как можно посмотреть в открытом доступе подтверждение качества этих эфирных масел а теперь вернемся к линейке ДИП БЛО ДИП БЛО переводится как глубокий синий и это совершенно не случайное название потому что на самом деле линейка этих продуктов она действительно вся синяя это происходит этот синий цвет происходит из состава этой смеси это смесь которая имеет в своем составе несколько масел это грушанка камфора я думаю что многие названия вам ни о чем не скажут но я должна их перечислить грушанка камфора мята перечная хотя мята перечная вы знаете конечно же иланг-иланг бессмертник голубая пижма голубая ромашка и османтус я тоже не знала раньше никогда некоторых названий например османтус мне ни о чем вообще это слово не говорила но с тех пор как я стала изучать эфирные масла я поняла что оказывается мир растений из которых добываются эфирные масла а эфирные масла добываются именно из растений он настолько огромен что не хватит жизни чтобы изучить все эти растения и все свойства эфирных масел когда я начала заниматься в 2021 году эфирными маслами я где-то порядка 4 месяцев просто читала 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 я просто читала каждый день я читала читала про эфирные масла и чем больше я читала тем больше меня охватывал ужас от того что я понимала что я читаю я залезаю все глубже и глубже но конца и края этой информации нет я испугалась я думала как же я буду работать с этим продуктом если я понимаю что я его не изучу никогда но я поделилась своими сомнениями с моим наставником и мне сказали что можно не переживать это эфирные масла это очень древний продукт информации накоплено очень много настолько много что изучить его весь всю информацию не представляется возможным можно просто составить себе представление об этом продукте начать его применять изучать по мере надобности каждое необходимое масло и это будет наверное самый лучший подход и тогда я перестала много читать и я стала больше практиковать я стала применять масла использовать их и получилась очень интересная история так вот дебло есть в этом масле в этой смеси действительно масла которые имеют синий цвет именно поэтому вся линейка продуктов с этим названием дебло она синего цвета и она имеет очень ярко выраженный запах запах камфоры во-первых запах грушанки тоже во-первых это очень своеобразный запах и поэтому запах можно сразу запомнить что эту смесь нельзя принимать внутрь эта смесь только для наружного применения и мы применяем ее только для опорно-двигательного аппарата то есть для нашего тела я вам покажу как это все выглядит это во-первых это так на белом фоне это вот такой флакончик здесь находится вот та самая смесь дебло вот из тех масел которые я вам перечислила эта смесь очень концентрированный продукт и когда мы говорим о ее терапевтическом воздействии мы имеем ввиду только одну каплю понимаете одна капля вот в этом пузыречке в этом флаконе находится 5 миллилитров этой смеси 5 миллилитров это примерно 100 капель ну примерно плюс-минус масла имеют разную густоту разную вязкость поэтому эта цифра примерно но где-то так то есть понимаете что вот этот пузыречек можно применить если по капле брать можно применить 100 раз то есть это очень и очень приличный такая ну приличный объем если скажем сравнить с каким-то аптечным препаратом которые мы берем ну там на курс там лекарства в каком-то таблетке да то явно это будет не сто раз это будет меньше вот эта смесь вы можете сказать что одна капля это ни о чем да если у меня болит одно колено второе колено там плечи локти фаланги все такое дело в том что одна капля мы применяем ее не просто как одну каплю нанесли там на больной сустав мы применяем ее в разведении то есть это очень концентрированный продукт поэтому мы применяем эфирные масла в разведении с базовым маслом либо это может быть растительное масло какое-то хорошее массажное масло оливковое льняное фракционированное кокосовое масло любая масляная основа служит хорошим распределителем вот этого концентрированного эфирного масла и мы применяем эфирное масло в разведении не только с целью экономии но еще и для большего эффекта вот смотрите когда мы наносим эфирное масло на кожу ну просто возьмем капнем да себе на ладонь каплю и нанесем на больной сустав конечно мы сразу получим облегчение буквально через несколько секунд ну либо минут максимум 3-5 минут мы сразу чувствуем облегчение мы сразу чувствуем что боль уходит или ушла и это происходит так потому что эфирные масла очень быстро проникают в кровь потому что их молекулы очень мелкая потому что они проникают сквозь жировой оболочки клетку клетки эфирное масло входит сразу в клетку и воздействует исцеляющим образом сейчас скажу какие свойства у этой смеси так вот когда эфирная смесь наносится в чистом виде на кожу то что она может вызвать раздражение это не факт если кожа нежная то да это может быть раздражение если кожа грубая то раздражения может не быть но дело не в том что мы наносим эту смесь в разведение чтобы избежать раздражения не в этом дело а как ни странно но когда эфирное масло соединяется с базой с жирной ну вот скажем с оливковым маслом да или с олиняным то это позволяет эфирному маслу дольше сохранять свой внутряющий эффект почему потому что как я уже сказала эфирное масло очень летучее когда мы наносим его на кожу какая-то часть проникает вглубь но большая часть испаряется с кожей и причем очень быстро потому что масла очень летучее ну очень просто минуты и масло испаряется так вот когда мы наносим эту смесь с базой с оливковым маслом предположим мы задерживаем эфирное масло на коже на долгие часы и мы эффект получаем от исцеляющий эффект этой смеси в 10 раз больше представляете себе как да казалось бы мы разводим эфирное масло другим маслом да жирным и казалось бы эффект должен ослабеть а происходит наоборот усиление эффекта причем вот вон во сколько раз чуть ли не вот это просто волшебное чудесное свойство эфирных масел это нужно учитывать когда мы применяем эфирные масла на кожу ну кстати есть масла которые мы и без разведения применяем но это отдельная история это сейчас не наша мы сейчас говорим про больные суставы следующий продукт из этой линейки это та же самая смесь но она находится в роллере вот такой флакон то есть если сравнить это вот так этот флакон мы откручиваем и капаем на ладонь а флакон в роллере мы просто берем и тут вот такой есть шарик и просто наносим на больной сустав наносим растираем то есть эта смесь уже готовая в разведении с фракционированным кокосовым маслом вот уже пошел яркий ярко выраженный запах крушанки камфоры и становится прямо такой освежающий эффект вот это очень удобно когда вы находитесь в дороге где-то там да с собой взять если у вас проблемно где-то с пузырьком да искать какую-то базу что-то там капать разводить это не всегда удобно а роллер хороший именно тем что в сумочку бросил и в нужный момент раз помазал где-то там себе суставчик все там растер все пять минут и боли нет все прошло третий продукт из этой линейки это так называемый стик стик тоже называется диблу и он выглядит как ну примерно как знаете дезодорант вот такой у него есть выкручивающая часть вот так он выкручивается здесь снимается такая крышечка и он выглядит вот так то есть это правильно сказать типа как такой твердой твердой такая восковая основа и здесь диблу находится в компании с эфирным маслом капайба капайба это удивительное масло которое обладает обезболивающим эффектом причем этот обезболивающий эффект распространяется буквально на все 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 области сферы части тела на любую боль что бы ни болело там сустав голова зуб живот все что угодно к любой боли применимо капайба и вот когда капайба соединяется в одном стике с эфирной смесью диплу то эффект усиления обезболивание еще более мощный тоже очень удобная вещь бросить в сумочку где-то там в машине что-то там потянуло заклинило быстренько раз раз намазал все едем дальше и четвертый продукт из лимейки диплу это это добавки у меня здесь уже пустой флакон мы уже его выпили поэтому не могу показать но это просто капсулы с масел там нет там есть другие вещества значит там находится экстракт индийского ладана куркумы и имбиря и вот теперь смотрите что делают вот эти вещества которые находятся в составе экстракты которые находятся в добавках диплу улучшают работу мышц помогают мышцам снимать вот эти внутренние спазмы и таким образом способствуют улучшению кровообращения кроме того масла которые входят в состав этой смеси диплу обладают следующими свойствами во первых это ярко выраженный спазмолитик спазмолитический эффект помните да о чем мы говорили в первой части нашего вебинара что мы страдаем от спазмов и как раз масла входящие в состав смеси диплу способны снимать эти спазмы очень хорошая мята перечная в этом отношении снимаются спазмы облегчается боль во вторых масла входящие в состав смеси обладают антисептическим свойством то есть они как бы помогают воспалению уменьшаться утихать и постепенно угасать то есть противовоспалительный эффект антисептический такой как сказать снимающий вот эту воспаленную среду то есть приводящий воспаленные ткани в более спокойное состояние вот таким свойством обладают и грушанка и другие масла входящие в эту смесь также у масел входящих в эту смесь есть свойство как бы охлаждать снимать вот это ощущение боли когда это как бы жжет как бы печет как бы горит обычно когда болит сустав есть ощущение что он печет его жар так вот эти масла они как бы охлаждают проблемное место и тем самым тоже увеличивают обезболивающий эффект таким образом вот эти масла которые входят в состав этой смеси они помогают друг другу усиливают друг друга и за счет вот этой взаимопомощи и усиления свойств друг друга достигается очень быстрый обезболивающий эффект вы можете мне сказать что тогда чем же эти ну эта смесь отличается от таблеток таблетка же тоже обезболивает но дело в том что таблетка обезболивает за счет работы с обрывом нейронных связей да будем говорить да вы перестаете чувствовать боль то это обезболивание другого характера здесь действительно убирается причина боли то есть убирается спазм убирается напряжение убирается воспаление и за счет этого происходит не только снятие болевого синдрома но и целительный эффект то есть терапевтический эффект кроме того поскольку эта смесь является смесью продуктом природного происхождения то мы не имеем никаких обочек и вот это конечно огромный жирный плюс в терапии с помощью эфирных масел если кто-то подумал что можно спасти себя только одними эфирными маслами то не обращаясь к другим способам о которых я говорила раньше питание очищение то это не так я буду настаивать на том что эти методы которых я сказала они являются базовыми а эфирные масла являются вспомогательным инструментом к этим базовым методом я их напишу чтобы вы тоже это очень четко запомнили первое это конечно питание оно должно быть естественным я напишу букву е чтобы вы запомнили это словосочетание естественное естественное питание второе это очищение организма это большая система и ее нужно изучать и ее нужно практиковать то есть если более популярным словом говорить это детокс но хотя на самом деле детокс это избавление от токсинов а если мы будем рассматривать шире и глубже эту тему это будет еще очищение и от шлаков а вот та самая клейкая слизь о которой я говорила выше это как раз шлаки поэтому очищение она подразумевает и детокс то есть избавление от токсинов и избавление от шлаков и третье это эфиры эфирные масла вот когда это все работает в комплексе все три инструмента то восстановление происходит намного быстрее если мы будем просто работать с питанием это будет долго это будет очень долго и пожалуй может даже времени не хватит для того чтобы восстановиться если мы будем только очищаться но не будем питаться естественным образом то это будет топтание на месте почистились загрязнились почистились загрязнились и так остаемся опять же при своих интересах если это будут только эфирные масла без питания без очищения но мы будем тоже очень медленно двигаться очень очень медленно и не будем затрагивать глубинные причины то есть вот это состояние в тонком кишечнике да вот эти ненакормленные клетки ну то есть тоже слабое утешение а вот когда это все в комплексе в комплексе работает то получается замечательный и быстрый эффект и у меня есть масса клиентов которые приходят ко мне учатся правильно питаться учатся очищаться учатся применять эфирные масла и получают замечательный эффект то есть теперь вы понимаете что я и мой муж мы избавились от наших проблем с опорным двигательным аппаратом именно благодаря применению этих самых вещей но немножечко наверное сейчас приврала чуть-чуть скажу правду что когда я занималась своим оздоровлением это был 2016 год я тогда еще не знала про эфирные масла поэтому в моем репертуаре оздоровительном было только питание и очищение эти два пункта но даже уже благодаря вот этим двум пунктам я очень хорошо поправила свое здоровье и теперь не испытываю никаких проблем вот но уже когда мы лечили мужа это было уже вот начиная с 2021 года мы уже использовали плюс к этому мы использовали эфирные масла и мы получили замечательный эффект что на сегодняшний день уже те проблем которые когда-то в 2012 их конечно же нет и если уж быть совсем честной то я должна сказать что мы применяли не только деплу для для решения проблем с больными суставами мы применяли еще и другие масла и эти масла находятся в этом наборе который мы называем семейная аптечка или домашняя аптечка можно так и так говорить это вот такой набор с крестиком который означает что это ваша скорая помощь здесь 10 флаконов и одним из флаконов как раз является вот эта самая смесь деплу она входит в этот набор в эту семейную аптечку как мы использовали другие масла семейной аптечки а вот так что здесь собраны базовые масла которые применяются при наиболее распространенных проблемах со здоровьем которые есть у семейных людей а поскольку наиболее распространенные проблемы это желудочно-кишечный трак и вы это поняли из моего первого рисунка про тонкие кишечные то вот в этом наборе есть очень хорошая смесь которая называется Тайджи Сцен или по-другому говоря пищеварительная смесь и вот именно ее можно очень хорошо применять активно для того чтобы работать над чистотой своего кишечника потому что когда кишечник грязный там есть всякие неприятные симптомы вздутие какие-то там газы распирают вот этот метеоризм колики то понос то запор то болит то спазмы очень часто люди испытывают какие-то неприятные ощущения в желудке в кишечнике так вот здесь у нас есть такая смесь которая решает эти проблемы поскольку вы знаете что ноги растут и оттуда из ЖКТ то это очень применимо к нашей проблеме к проблеме артрита и других проблем опорно-бедительного аппарата еще еще здесь есть замечательное эфирное масло которое добывают из кожуры лимона вот так очень просто кожура лимона оказывается имеет противовоспалительное свойство а поскольку у нас есть проблема со стенками кишечника тонкого где есть воспаленные участки то мы пьем ежедневно несколько раз в день водичку с капелькой эфирного масла лимона и мы получаем постоянный противовоспалительный эффект вот оказывается какой хитрый лимон если пить сок лимона то у многих это ассоциируется с раздражением кисло не всегда приятно особенно если проблемный желудок а в кожуре лимона кислоты нет кроме того еще и противовоспалительный эффект поэтому пить на постоянной основе вот это эфирное масло лимона это обязательно всем у кого есть проблема артрита что еще мы использовали поскольку когда кишечник страдает от патогенной микрофлоры у человека очень сильно ослабляется иммунитет так вот в этом наборе есть эфирное масло которое поднимает и укрепляет иммунитет это масло орегано его можно применять наружно мы применяем его на стопы на позвоночник мы можем применять его внутрь допустим мы делаем когда салатные заправки мы добавляем капельку орегано в салатную заправку и тем самым мы укрепляем свой иммунитет также в этом наборе есть замечательное масло мята перечная которая входит как раз в состав диплу и мята перечная даже если ее использовать одно в единичном экземпляре без смеси она тоже хорошо снимает спазмы с самого разного характера так что у нас еще а еще у нас здесь есть замечательная смесь онгард которая по-другому называется на страже на защите это противовирусная смесь и почему она хороша именно тоже при проблемах с опорно-двигательным потому что она тоже несет противовоспалительный смысл в себе то есть она применяется не только для борьбы с вирусами но и для борьбы с различного рода воспалениями применяется и наружно и внутрь и ингаляционно то есть можно пить ее можно дышать ею можно наружно применять тоже очень хороша в комплексной терапии и здесь есть еще ряд масел которые решают проблемы разного порядка в том числе лаванда очень хорошо люди которые испытывают боль в суставах часто плохо спят так вот лаванда как раз помогает решить проблемы со сном но главный король так сказать этого набора это масло ладан слово ладан я думаю знакомо всем это масло которое у нас связано с религиозной темой такой священной это действительно так и есть это священное масло это сильнейшее масло которое усиливает эффект от применения любого другого эфирного масла то есть если мы хотим получить эффект от лаванды то достаточно смешать ее с каплей ладана как эффект будет еще сильнее если вам никак не засыпается то капните каплю лаванды на ладонь добавьте каплю ладана разотрите между ладонями поднесите к носу и вы спокойно уснете даже не заметите как это произойдет ладан хорош и в чистом виде его можно принимать внутрь у ладана есть свойство работать с клетками это как бы монтер монтер это масло которое умеет распознавать поломку даже на генетическом уровне вот клеточные поломки и умеет исправлять такие поломки поэтому даже при самых тяжелых заболеваниях ладан всегда идет обязательным элементом в эфирной терапии еще должна добавить что мы применяли не только базовые масла мы применяли не только комплекс Deep Blue но еще мы применяли протоколы с эфирными маслами и это тоже целая отдельная тема я тоже не могу об этом много говорить в рамках одного вебинара но тема протоколов это как знаете она проходит в эфирной терапии просто красной нитью нет ни одного заболевания которому нельзя было бы применить протокол с эфирными маслами в частности когда речь идет об артрете артрозе суставных и других любых костных заболеваниях мы можем применять протокол который так и называется костный если заболевание связано с аутоиммунным характером мы можем применять протокол гормональный клеточный эндокринный можем применять протокол лимфатический можем применять протокол воспалительный То есть протоколов довольно много и все они описаны очень подробно в книге, которая называется «Симфония клеток». Протокол – это особая схема нанесения эфирных масел на позвоночник, на стопы, на воротниковую зону и в дыхании эфирных масел. То есть есть специальная схема, она расписана и применение протоколов является этапом, когда уже сделано довольно много на начальном этапе с коррекцией питания, с очищением и с применением базовых эфирных масел. То есть начинаем мы обязательно с питания, параллельно проводим очищение, параллельно применяем эфирные масла из базового набора, плюс применяем весь комплекс линейку Deep Blue для лечения суставных проблем. И только после этого, когда пройдем первый этап, хотя бы примерно месяц, только на втором месяце мы можем применять протоколы. Почему? Потому что протоколы – это мощнейшая терапия, это очень мощная терапия. Это буквально вытаскивание застарелых каких-то токсичных всяких штук из организма человека. И не факт, что если организм человека очень сильно зашлакован, то он будет легко переносить вот это вытаскивание. Поэтому протоколы делаются уже на более-менее очищенный организм, на более-менее подготовленный с точки зрения питания, очищения и базовой эфирной терапии. Ну и теперь возникает вопрос, как же это все, как этому всему научиться, как научиться питаться естественным образом, как научиться очищать организм, как научиться применению этих эфирных масел, это же целая наука, как к этим протоколам подойти. Это все мы делаем на моем большом мероприятии, которое называется «Бессрочный марафон к здоровью и стройности». Название марафона говорит само за себя. Марафон бессрочный, то есть вход в него есть, а выхода нет. То есть выход только по своему желанию, когда вы стали полностью здоровым. Но пока что у меня таких нет, которые оттуда по своему желанию, потому что на марафоне очень много поступает полезной информации. И если из марафона выйти, то лишишься этой полезной информации. На марафоне уже более 200 человек. Это такой коллектив людей, которые объединены общей целью, которые пришли за здоровьем, пришли за стройностью, они получают знания. Это большой курс, личный кабинет, в котором собраны материалы в виде уроков, видеолекций, теоретического материала, книг. Это чат, телеграм, в котором люди задают вопросы, получают ответы, общаются между собой, обсуждают что-то, спрашивают, делятся своими проблемами, делятся своими успехами или какими-то там удачами, неудачами. Рассказывают друг другу, кто как оздоровился. Видите, не секрет, что часто одно аутоиммунное заболевание влечет за собой другое. Там, где больные суставы, очень часто подключаются и проблемы с щитовидной железой, какие-то проблемы аллергического порядка и так далее. Поэтому комплекс задач, которые стоят перед человеком, входящим в марафон, они часто, этот комплекс часто бывает очень таким большим, потому что именно люди приходят не с одним диагнозом, а, как правило, с несколькими. И мы учимся на этом проекте, как делать себя здоровым с помощью вот таких естественных методов. Как войти в этот марафон? Войти в него очень просто. Через регистрацию вот на такой набор. Либо на такой набор, либо есть набор большего формата, там масел не по 5 мл, а по 15. И плюс там еще диффузор. Это на выбор, у кого на сколько хватит возможностей. Такой набор стоит 11 900, маленький и большой набор стоит 19 900, но только до конца января. Подробнее об этих наборах вы можете узнать от тех, кто вас пригласил сюда на этот вебинар. Они вам все расскажут, покажут и что и как. Но я должна сказать вам одну очень интересную вещь, что у меня сейчас идет акция. Вот сейчас до конца января у нас осталось буквально, сколько там, раз, два, три, четыре, да? Четыре дня осталось. У меня идет очень интересная акция. Вот смотрите, я ее назвала «Два по цене одного». Смотрите, что она на себя представляет. Если у вас есть кто-то, подруга, там, сестра, брат, соседка, которая тоже имеет проблемы со здоровьем, положим, у вас суставы, у соседа там диабет или аллергия или астма или еще что-то, вы коперируетесь, скидываетесь пополам вот на такой набор. Кто-то, один из вас регистрируется. Ну, договаривайтесь между собой, да, на кого будет сделана регистрация. Деньги пополам. И в марафон вступают оба. Оба за, получается, экономию 50%. За чисто символическую сумму оба входят в марафон, в бессрочную. На каждого открывается свой отдельный личный кабинет с доступом к материалам курса. Каждый участвует в рабочем чате. И занимается своим здоровьем за очень символическую сумму. Причем занимается своим здоровьем в бессрочном порядке. Напоминаю, что марафон бессрочный. Эта акция лично моя. Она действует до конца января. Если хотите на нее успеть, срочно ищите себе какого-то вашего компаньона, компаньона, партнера, который с удовольствием присоединится к нашему мероприятию. И обращайтесь к вашим наставникам. Они вам помогут оформить все правильно, сделать аккаунт правильно, зарегистрироваться. Выбрать набор этот или тот большой. Расскажут об этих наборах более подробно. И приведут вас в мой марафон. Ну а я вас уже встречу с распростертыми объятиями и буду делать вас здоровыми. Вот я прям ровно полтора часа, как и планировала, уложилась, все вам рассказала. Если будут вопросы, вы их можете задать прямо в этом чате. Сейчас я закончу вебинар. Вы зададите ваши вопросы, можете написать их. Ну, либо вы их можете задать вашим проводникам, кто вас привел сюда на вебинар. И я, конечно же, отвечу на все вопросы. Будь то вопросы по диагнозу, будь то вопросы по применению финг-массел, будь то вопросы по вступлению в марафон и так далее. Пожалуйста, я к вашим услугам. А сейчас я благодарю вас за внимание. Было очень приятно, что вы внимательно слушали. И я надеюсь, что я была для вас сегодня полезна. Запись марафона, эфира я выложу на ютубе. И можно будет ее посмотреть не только вам, но и вашим знакомым. Все, всем хорошего вечера, всего доброго. Надолго не прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...